Доброе утро! В эфире выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. И как всегда, начнем с главных тем. Опен-эйр вечеринкой отпраздновали 65-летие художественного музея Алтайского края. На площади Октября в Парнауле открыли выставку, на которой представили 9 знаковых произведений из фонда. Делегация Алтайского края передала экспонаты из Мемориального музея Германа Титова в российско-таджикскую школу в Душанбе. Ее открыли полгода назад. Кстати, 2023 год президент республики объявил годом русского языка. Доброе утро! Уже зафиксировали более 11 тысяч квадратных метров. Такую информацию сообщает пресс-центр администрации Креевой столицы. Пожарные спасатели и сотрудники ГИБДД провели с детьми профилактические беседы перед летним отдыхом. Это сезон высокой пожароопасности, повышенной активности школьников на дорогах и водных объектах. Акция называется «Безопасные каникулы». Ее специалисты проводят каждый год. Детям напоминают порядок действий при пожаре и эвакуации. О том, что купание в несанкционированных местах чрезвычайно опасно. Особое внимание уделили правилам дорожного движения и нововведениям, касающимся электросамокатов и приемам первой медицинской помощи. Делегация Алтайского края передала экспонаты из Мемориального музея Германа Титова в Российско-Таджикскую школу в Душанбе. Ее открыли 1 сентября 2022 года. Занятия ведут в том числе учителя из Алтайского края, а учебно-методическую программу разработали в Алтайском государственном педагогическом университете. Интересно, что 2023 год президент республики объявил годом русского языка. Российско-Таджикская школа в Душанбе носит имя Юрия Гагарина. Ее открыли 1 сентября прошлого года. В школе есть класс, посвященный и второму в истории космонавту, который родился на Алтайской земле. В начале этого года здесь открыли зал славы первого отряда космонавтов. Семи аудиториям присвоили имена людей, которыми первыми побывали в космосе. Среди них и наш земляк Герман Степанович Титов. Алтайская делегация передала в Российско-Таджикскую школу 20 экспонатов из Мемориального музея Германа Титова. Они станут частью музейной экспозиции и украсят именную аудиторию. Школьники изучат бортовой журнал космического корабля, познакомятся с предметами детства Германа Титова. Увидят его прописи и аттестат зрелости, где главная оценка – 5. Всем землякам спасибо за великолепные подарки для нашего музея. Это здорово, когда с родной Алтайской земли в далекий Душанбе прилетает такая хорошая весточка. Передаю солнечные лучи Таджикистана всем жителям Алтайского края. Всего 1 сентября 2022 года свои двери для школьников распахнули 5 российско-таджикских школ. В Душанбе, Бахтаре, Турсунзаде, Кулябе и Худжанде. Их строительство курировал Алтайский государственный педагогический университет. Образование на русском языке в этих школах получают почти 5 тысяч школьников. Уши не слышали, зубы нет, бол было. Проводили отбор учителей и их повышение квалификации. Проводили диагностику детей и их тестирование на знание русского языка и готовность к школе. Продолжаем мы сейчас сопровождать и учителей, и учащихся. Возьму на себя смелость сказать, что наш университет выступает таким мостиком, таким связующим звеном двух культур, двух языков и двух народов. В скором времени в Душанбинской школе откроют еще одну аудиторию Титова, только уже старшего, Степана Павловича, отца летчика-космонавта и заслуженного учителя РСФСР. Елена Самарина, Анатолий Коваленко. Новости. Опен-эйр вечеринка отпраздновали 65-летие художественного музея Алтайского края. На площади Октября в Барнауле открыли выставку, на которой представили 9 знаковых произведений из фонда. На вернисажу сыграла известная в городе кавер-группа «Зи-Зи-Поп». 30 мая для празднования, дату празднования выбрали не случайно. В этот день, в 1958 году, вышел приказ Министерства культуры РСФСР об открытии в Барнауле музея изобразительных искусств. Сегодня баннер на здании фондов демонстрирует произведения, выбранные из 20 тысяч единиц хранения, чтобы показать основные музейные направления. Экспонаты омолодили, добавив к ним подписи в формате сообщений из социальных сетей. Одни сообщают интересные факты, другие просто веселят прохожих. Нам захотелось выйти на широкий простор, потому что, на самом деле, вы сказали, у нас небольшие залы, и нам захотелось, чтобы к нам присоединились в наш юбилейный год как можно больше граждан, которые, например, даже забыли про наш музей, не ходят к нам часто. И мы сегодня просто хотим о себе напомнить громко, по-молодежному, ну вот так, знаете, с огоньком, что называется. Познакомиться с уличной выставкой Барнаульцы смогут до конца года. Это бесплатно и подходит для зрителей любого возраста. Волейбольный турнир и ГТО на АТР. Молодежно-образовательный форум «Алтай. Территория развития» проходит на территории озера Ая в Алтайском районе. В юбилейный 15-й сезон проекта участниками стали 500 человек из 66 регионов России и 9 других стран. Все они распределены по площадкам. Их 8. «Медиадвиж», «Создавай», «Добро-бро», «Я патриот», «Госстарт» и другие. Там в течение недели они будут обучаться и создавать творческий продукт. Но для всех участников, без исключений, все время форума работает служба спорта. Они же, кстати, и спасатели. Под их пристальным вниманием проходят соревнования на воде. Здесь присутствует команда из 9 тренеров разных направлений от нашего фитнес-клуба. Каждый день мы будем проводить зарядку для всех желающих участников и организаторов форума. Это зарядка по различным направлениям. Непростая, в танцевальном стиле, по оздоровительным направлениям, йога на берегу озера, пилатес, а также силовые направления. Проводятся и вечерние тренировки. Зумба, фитбокс, степа-аэробика. Программы от целого фитнес-клуба, смеются тренеры, на любой вкус. Также всю неделю на территории АТР будет проходить турнир по волейболу. Соревнуются командой 8 площадок. Есть и другие активности. Мы проводим шуточное ГТО от Gravity Fit, где тоже абсолютно любой желающий может принять участие и получить фирменные призы. Отборочные игры на летний фестиваль спорта среди сотрудников краевого здравоохранения завершились на выходных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по Алтайскому краю. В Бийском межрайонном медицинском округе соревновались 8 команд, а в Рубцовском 14. Участники попробовали себя во всех видах спорта, включенных в программу фестиваля. Волейбол, стритбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, перетягивание каната и дартс. Отмечу, что игровой летний фестиваль среди медработников региона пройдет в Барнауле на базе стадиона «Лабиринт» 3 июня. Ну а к этому часу у меня пока все. Напомню всем телезрителям, что эти и другие новости, увиденные в выпуске, вы всегда найдете на сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Также обязательно присылайте к нам в редакцию свои темы. Об актуальных мы расскажем в прямом эфире выпусков новостей на нашем телеканале. Продолжим в 13.00. Оставайтесь с нами.